МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире территория Тольятти. Программа о городе, где каждый день происходит что-то важное, интересное и необычное. В сегодняшнем выпуске вы увидите. Лед тронулся. Тольяттинским многодетным семьям предложили на выбор земельные участки в черте города. Почему исполнение закона буксовало так долго? Взрослые задачи для детских умов. В Тольятти расположился Наноград. Город для одаренных школьников и предпринимателей. О необычном проекте компании Роснано смотрите наш сюжет. Зная наших, тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина победила на престижном турнире Франции Ролан Гарос. О развитии спортивной карьеры и приметах, в которые верят, Даша рассказала нашей съемочной группе. Поехали! Наша комната. Здесь спит Олег, Лена, Света и я на втором этаже. Четверо по диванам. В семье Яковчук подрастают два мальчика и три девочки. Братья Олега, Святослав и сестры Владлена и Света живут в одной комнате. Рассказывают, что передвигаются здесь по очереди, а делать уроки часто приходится на кухне или у родителей, чтобы никто не мешал. О частном доме, где у каждого будет своя комната, раньше могли только мечтать. Денег и на землю, и на строительство не хватало. Теперь появился реальный шанс получить на дел, продать квартиру и построить двухэтажку. Выбирай себе комнату. Какая у тебя будет комната? Вот эта, вот эта или вот эта? Мне нравится самая большая. Старшая Светлана мечтает жить в собственной комнате на первом этаже. Об интерьере еще не задумывалась, но уже знает, что приобретет в первую очередь. Я хочу двухспальную кровать, чтобы она такая огромная-огромная была. Олег и Ярослав решили жить вместе. Повесить в комнате баскетбольное кольцо и заниматься спортом в любое время года. А младшая Владлена заявила, каким бы большим ни был дом, она все равно будет жить с родителями. На территории микрорайона Жигулевское море для многодетных семей Тольятти подготовили 106 участков. Их площадь варьируется от 5 до 10 соток. Право выбора на делов родителям предоставляют в порядке очередности. Семья Яковчук в очереди третья. Когда наступает долгожданный момент, Татьяна не сдерживает эмоций. Еще в прошлом году область была на последнем месте по исполнению указа президента о выделении на делов многодетным. По инициативе регионального правительства в закон о земле внесли ряд поправок. А муниципалитетам, которым не хватало финансов на межевание, выделили субсидии из региональной казны. Теперь жители городов, где приняли акт о безземелье, могут рассчитывать на получение участков на смежных территориях. Так, многодетные семьи Тольятти, а их на сегодняшний день более двух тысяч, которых не устраивают участки в Жигулевском море, имеют право перейти в очередь Ставропольского района. Мы сейчас имеем достаточно свободных территорий в границах Ставропольского района, достаточно субсидий еще, и уже порядка 500 сформированных участков свободных на территории Ставропольского района непосредственно под Тольяттинскую очередь. Поэтому все двигается достаточно бодро. Мы проблему расшили. Я надеюсь, что до конца текущего года все будут счастливы. Региональные власти обещают оказать содействие муниципалитетам и в обеспечении участков необходимой инфраструктурой и коммуникациями. В Тольятти появился кочующий город Наноград. Открылся он в рамках проекта компании Роснано «Летняя школа» и всего на 10 дней. За это время ученики из 15 регионов страны должны разработать проекты решений реальных производственных задач. Ключевая идея мероприятия в этом году – развитие отечественного автомобилестроения. Софья Семененко, победительница школьных конкурсов и олимпиад, приехала сюда из Крыма и готовится совершать прорывы в машиностроительной отрасли. Хотя тяготеет к литературе и биологии. Говорит, хочет получать знания, которые помогут в развитии родного края. Крымский полуостров больше на сельское хозяйство ориентирован. Там все природные условия, климаты, все сопутствуют только этому. А вот что-то хочется такое внести, чтобы Крым стал одним из промышленных центров России. Задачи школьникам предстоит решать не из учебников. Большинство бизнес-кейсов связаны с выводом на рынок новых высокотехнологичных продуктов. Идеи, высказанные во время обучения в школе «Наноград», ложатся в основу организационных решений компаний. Энергия молодых часто находит ответ там, где напрасно бьются скованные стереотипами взрослые умы, говорят организаторы. В прошлом году ко мне подошел шестиклассник с проблемой, которую никак не мог решить. Ему нужны квантовые точки. Вот я уверен, что тут большинство не очень представляет себе, что это такое. А вот он обеспокоен тем, что он не может их достать для своих опытов и проектов. Это меняется структура общества, меняется структура молодежи. И мы, собственно говоря, тогда обретаем все основания рассчитывать на успех и инновационной политики, и экономической, и социально-экономической политики. Нанаград в Тольятти открылся в четвертый раз. Ранее летняя школа Роснано собирала талантливых школьников в Пензе, Казани и Москве. По словам авторов идеи, подобное мероприятие это долгосрочная инвестиция в человеческий потенциал. А в этом году еще одна точка соприкосновения в сотрудничестве между 63-м регионом и компанией Роснано. Наше сотрудничество развивается очень активно, несмотря на то, что мы его начали не так давно. Есть несколько крупных проектов, которые мы сейчас обсуждаем. И уже с нашим бизнесом. И мы рассматриваемся как площадка для базирования нескольких проектов Роснано, в том числе очень интересных для нашего региона. Мы развиваем сотрудничество в области образовательных программ. В Нанаграде будет работать академия, где школьники сами проложат свой образовательный маршрут, выбирая интересные им лекции, мастерские, дискуссии, круглые столы и деловые игры. Фотосессия победительницы. 17-летняя теннисистка Дарья Касаткина выиграла престижный чемпионат Франции Ролан Гарос среди юниоров. На первую ступень этого турнира россиянки не поднимались уже 16 лет. Почетная награда досталась девушке нелегко. В финале она выступала против сербской спортсменки Ивана Юрович, имевшей первый стартовый номер. Первый сет, вспоминает Дарья, она проиграла. Как всегда в таких ситуациях проанализировала свои действия, поведение соперника, поняла, что исправить и вышла побеждать. Я еще перед финалом была уставшая очень, потому что это был уже третий турнир. И я просто собрала всю волю в кулак, уже из последних сил играла. И когда выиграла последнее очко, просто упала на колени, на корт. В теннис играют головой, говорит Даша. Этим видом спорта она занимается с шести лет. Но подлинной страстью загорелась, когда увидела выступление испанца Рафаэля Надаля на взрослом турнире «Ралангарос». С тех пор выиграть это соревнование стало ее заветным желанием. Первый этап победы среди юниоров уже пройден. В планах Дарья – участие во всех взрослых турнирах большого шлема. Уже сейчас спортсменка проводит в родном Тольятти не более трех месяцев в году. А чтобы добиться успеха в большом спорте, и вовсе готовится переехать в Европу, в Бельгию или Латвию. Близкие Даши ее в этом стремлении поддерживают. Это ее выбор, это ее право, и вмешиваться в это я не буду. А хочу я или не хочу, я хочу, чтобы она была счастливой. И, в общем-то, мне этого достаточно. Здоровый, счастливый ребенок, что еще надо мной. А уж в чем будет ее счастье? Поживем, увидим. Чтобы добиться заветной цели, Даша тренируется шесть раз в неделю по 4-6 часов. А во время соревнований соблюдает особый ритуал. У меня есть приметы. Я вот чем начала завтракать в самый первый день турнира, тем и продолжаю до конца, до самого. Помогает? Пока да. Какой был победный завтрак на этом турнире? А, победный завтрак. Блинчики с джемом и хлопья с соком. На первые соревнования во взрослом разряде Дарья Касаткина отправится в сентябре. На сегодня это все. Если у вас есть интересная тема для сюжетов программы, присылайте на электронную почту. А свежие порции новостей о жизни города мы подадим вам через две недели. До встречи на территории Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова